ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ И она, кажется, внутри. Она внутри? Круто! Да! Сейчас я вас научу, как засунуть монету в бутылку таким необычным способом. Покажу ещё раз. Для этого фокуса вам понадобится пластиковая бутылка, канцелярский нож и две одинаковые монеты. Бутылку нужно будет предварительно подготовить. Вот таким вот образом. Именно через это отверстие монета и будет проникать внутрь бутылки. Но помним, что работать с канцелярским ножом нужно только в присутствии взрослых. Берём одну из монет и аккуратно вставляем в это отверстие, но не до конца. Так, чтобы она здесь держалась. Важно не давать бутылку в руки зрителям. Мы готовы начинать показывать фокус. Показываем зрителю монету. Кладём её на стол. Здесь нам нужно сделать одно очень простое движение. Нам нужно якобы взять её в свою руку, но на самом деле в этот момент, вместо того, чтобы брать её в руку, мы сбросим её себе на колени. Сейчас у меня здесь уже ничего нет, а монета у меня на колени. Ещё раз. Важно незаметно сбросить монету со стола. Затем вы берёте бутылку, прикрывая монету сзади большим пальцем. Важно прикрывать пальцем спрятанную монету. И в момент, когда вы ударяете по дну бутылки, вы просто вдавливаете монету внутрь. Если сделать то же самое, только быстро, то это будет выглядеть примерно вот так. Мне понадобится такая верёвка. Обычная, не тянется она. На самом деле... Надо проверить, конечно, Алиса, да. Смотрите, она верёная. Всё, нормально. У вас есть примерно то же, как верёвка. Видно, вот у них ремешок. Только, да, не доставай сумку. Ты можешь с ним в принципе попробовать сделать то же самое сейчас. То, что делаю и я. Самое главное взять верёвку и прямо за поясом её вот так вот обернуть себя. Ну хотя ладно, не пробуй, это пока опасно. Я сейчас чуть позже тебя научу. Видно, что верёвка прямо за поясом. И на счёт три её можно прямо взять и вытянуть. Раз, два. И она пройдёт прямо сквозь туловище. Вам понятно, как это делается? Нет, вам понравилось? Тогда сейчас я научу вас, как сделать так, чтобы верёвка не разрезала вас пополам. Давайте посмотрим ещё раз. Для этого фокуса вам понадобятся две одинаковые верёвки. Примерно вот такой длины. Перед началом фокуса выберёте одну из них и заправляйте её себе за ремень. Вот так. Кончики убирайте. Так же за ремень. Важно, чтобы никто не заметил заранее спрятанную верёвку. Всё, вы готовы начинать. Вы берёте вторую верёвку. Говорите зрителям, что сейчас вы сделаете с ней кое-что ужасающее. Вы просите ваших зрителей встать по обе стороны от вас. Пока они встают, вы складываете верёвку вот так. И поправляя ваших зрителей, вы убираете руки за спину. В этот момент эту верёвку вы просто кладёте к себе в задний карман. И тут же вы берётесь за концы другой верёвки. Вот так. Важно незаметно убрать верёвку в карман. Вытягивайте концы верёвки. Сейчас создалась полная иллюзия того, что это та самая верёвка, которую вы только что убрали за спину. И всё, что вам остаётся сделать, это как следует её взять и на счёт три с криками выдернуть её. Раз, два, три. Вы только что пропустили верёвку прямо сквозь себя. Итак, сейчас я попробую взять эту колоду карт и запомнить расположение каждой карты в этой колоде. Как вы думаете, это реально? Нет! Ты так нет! Возьми колоду, помешай её, чтобы я не знал, в каком они будут порядке лежать. Прям мешает. Ты не умеешь? Ничего страшного, ничего страшного, да? Нет! Она так, как-то так, с таким расчарованием не умею ничего. Вот видишь, вот тут люди как бы... А типа как? Ну ничего, есть? Отлично. Сейчас в колоде какой-то порядок, которого я не могу знать, потому что сам мешал, правильно? Попробую запомнить. Готовы? Да. Раз, два, три. Я извиняюсь, просто это очень сложный процесс. Всё нормально, если кто-то напугался, я всё хорошо. Мне кажется, я только что запомнил порядок каждой карты в этой колоде, серьёзно. Давайте так. Поехали. Буду сейчас прям по одной их называть. По-моему, это тройка червей. Верно. Семёрка пик, по-моему. Да. Да, правильно, да? Да. Король как красный, по-моему, червей. Да. Да, правда, да? Да. Значит, красная тоже семёрка, по-моему, у бубей. Да. Да, правильно? Это, по-моему, чёрная пик. Нет, нет, крестей. Нет, восьмёрка крестей. Восьмёрка крестей, да? Правильно. Так, по-моему, дальше там была у меня в памяти девятка пик, по-моему. Да? Да. Да. Дальше восьмёрка красная червей, по-моему. Да, правильно? Дальше, по-моему, десятка бубей. Да. Десятка бубей, да. Десятка бубей. Слушайте, я ещё не такой старый, видимо, могу что-то запоминать. Пятёрка, пятёрка бубей. Да, пятёрка бубей. Нет, пятёрка крестей. Да. Да, крестей, да. Пятёрка... Тоже пятёрка, только чёрная пик. Так, и напоследок, по-моему, валет крестей, валет крестей, да? И туз крестей, да? Да. Да? Слушайте, ну неплохо запомнил. А мне! Хорошо, хотите так же уметь? Хотите уметь так же уроки в секунду запоминать? Так, посмотрели в учебник, а-а-а, и всё, и запомнили. Да? А сейчас я вам раскрою секрет своей феноменальной памяти. Итак, для этого фокуса вам понадобится колода карт. Нужно будет взять её лицом наверх, так, чтобы увидеть верхнюю карту. В данном случае это восьмёрка червей. Нужно её запомнить. После чего мы убираем колоду за спину. И вот таким вот образом её переворачиваем. То есть половинка сейчас перевёрнута. И возвращаем колоду обратно перед собой. Так что восьмёрка, которую мы запомнили, смотрела на зрителя. Далее мы начинаем показывать фокус. Говорим, что здесь, по-моему, восьмёрка червей. И мы угадываем. Сразу после этого мы смотрим на следующую карту, которую нужно запомнить. Та карта, которая сейчас к нам лицом. В данном случае это четвёрка крестей. Убираем восьмёрку. Убираем колоду за спину. Переворачиваем. И возвращаем её обратно. Важно не задерживать взгляд на карте, которую вы видите. Угадываем, что здесь четвёрка крестей. Потому что мы только что её запомнили. И видим следующую карту, которую нам нужно запомнить. В данном случае это валет бубей. Убираем четвёрку. Убираем руки за спину. Переворачиваем колоду. Возвращаем колоду обратно. Смотрим на карту. Угадываем, что это валет бубей. И видим следующую карту, которую нам нужно запомнить. Это валет червей. Убираем валета. И убираем руки за спину. Переворачиваем колоду. Возвращаем её обратно. Угадываем, что следующая карта – это валет червей, которую мы запомнили. И видим следующую карту, которую нужно запомнить. В данном случае это девятка червей. Убираем валета. Переворачиваем колоду. Возвращаем обратно. И угадываем, что здесь девятка червей. Важно! Зритель не должен стоять у вас за спиной. Этот фокус можно показывать до тех пор, пока вся колода не закончится. Ну вот, вы узнали тайну нескольких фокусов. А теперь напоследок я покажу вам совершенно необъяснимый фокус. Ну то есть, объяснимый, конечно, но его разгадкой придется поломать голову вам самим. Итак, у меня есть колода карт. Вы попросили меня что-то сделать особенное. Вы попросили, чтобы вся колода превратилась в одну карту? Да. Я вообще не уверен, реально ли это сделать, но тем не менее попробуем. Очень внимательно. У меня есть колода карт. Она какого цвета? А вот одна какие-то есть красные, но ничего. Еще раз. Ну синяя, да, вроде бы. Одна есть красная, к этому чуть позже. И все? Две. Да, две. И все разные. Видно, что все разные, да? Да, да. Все разные. Это важно. Все разные. Да. Я попросил вас подумать о какой-то карте. Какая это была карта? Дама. Дама какая? Дама червей. Червей. Дама червей. На самом деле, если щелкнуть, то в этой колоде дама червей прыгнет прямо вниз. Та, которую ты хотела. Уберем джокеров, они нам не нужны. Но если щелкнуть еще раз, Алиса, то вся колода превратится в даму червей. Потому что ты о ней подумала. Но на самом деле, если щелкнуть еще раз, то вся колода станет абсолютно красная, а не синяя. Там одна была красная. Да, а теперь вся колода красная. А эти синие. А как это сделать? Как сделать колоду красной? Или синей обратно? Берешь просто синюю, перекрашиваешь, и все, и синяя, и только одна красная. А красная перекрашивает? Просто берем, щелкаем, бам, и все становятся дамы червей. Очень просто. Эй, ты как? А как это сделать? Невозможное возможно. Ой, лап. Субтитры подогнал «Симон»